16-го числа в очередной раз вернулась гуманитарная колонна после выполнения своей миссии из зоны специальной военной операции. Как всегда, организатором колонны выступает Балаковское отделение боевого братства в лице председателя уставов Михаила Сергеевича. Сразу хочется отметить, что этот человек выполняет важную функцию, и я всегда это подчеркиваю, по как мы добираемся до туда, то есть маршрут весь прокладывает, где мы будем заходить, куда мы будем заезжать. Наверное, слова отдельной благодарности ему хотелось высказать. 13-го января гуманитарная колонна выдвинулась из нашего города. Через сутки, чуть больше суток, мы добрались уже непосредственно в зону своего. И по нашим подразделениям начали приезжать к ним и доставлять посылки и те приобретения, которые мы приобретаем адресно по запросам бойцов. И, соответственно, все, что необходимо, мы закупаем. Под словом «мы» я подразумеваю и боевое братство, и, конечно же, Балаковский благотворительный фонд, который собирает денежные средства в виде пожертвований и приобретает все необходимое. Если говорить конкретно, то благодаря фонду в этот раз мы приобрели газовые баллоны, горелки, термобелье, форменное обмундирование зимнего периода, всевозможные стройматериалы, которые были необходимы, то есть электроинструменты. Отдельно хотелось бы сказать о посылках от родных, от близких, тоже их очень большое количество было, наверное, даже больше тысячи посылок были отвезены в этот раз в зону специальной военной операции. Колонна вернулась 16-го числа домой. Также в колонне присутствовал, выезжал оттуда в отпуск с нами, вместе, и хочу представить Каблов Сергей. Сергей, расскажи, из какого ты полка и почему тебе предоставили вообще отпуск, нам всем интересно. Нахожусь и прохожу службу, так сказать, в 99-м полку ИСР. Командир первого отделения третьего взвода. В третьем взводе находятся все Балаковские. Получил отпуск за выполнение боевых задач по установлению преград. Сначала служба была немного черновато, непривычно все это. Блиндажей у нас не было ничего готового, приехали, начали все готовить потихонечку. Потихонечку у нас быт наладился. Выкопали все блиндажи, у каждого есть свой блиндаж, у каждого есть свое спальное место, на котором он спит. Есть где согреться, посушить белье, отдохнуть. И у каждого свой пост, где он стоит, охраняет, наблюдает за всем происходящим. Немножко расскажи о питании, чем кормит, как кормит. Питание у нас радужно, когда же мы приехали, то что мы даже, ну, с самого первого месяца у нас питание было, у нас была полевая кухня. Нас кормили утром, обед и вечером, как положено. И каждый выходной у нас была, ну, она есть сейчас у нас, баня. Каждый выходной мы моемся, как бы, субботно-субботно, бано, праздничный день. До обеда, там, поработаем немножко, ну, свои дела, задачи выполним, а после обеда, как бы, свое уже личное время. Кто мамыться, кто постираться, как бы, все это предоставляется. Что, можно сказать, интересного и необычного, может быть? Необычное, то, что смена, как-то там, другая природа, другой климат. Немножко было, как, ну, привыкали к этому, как ко всему. А так, все в порядке, все хорошо у нас там. Все поставленные задачи, которые нам предоставляет командир полка, ну, через командира роты, мы их выполняем. Также вечером собирается, ну, у нас планерка, как бы, такая вот, собирается командир из водов, потом командир из водов выставляет командир-модерение задачи, и на следующий день эти задачи выполняются. Ты уже несколько дней дома, расскажи, вот эти ощущения, когда 4 месяца, почти 4 месяца, тебя не было дома, и вот ты сейчас вернулся. Ну, немножко непривычно, как-то немножко, как-то уже привык к той обстановке, на которой нахожусь, вот, ну, потихонечку уже привыкаю, как бы, вспоминаются все вот эти, когда был дома, в эти моменты хорошие, уже, как бы, уже не хочется ехать обратно. Ну, мы поедем обязательно. Всех родных, близких? Всех родных, близких, всех увидел, всех повидал, как бы, все счастливы, все рады, что я, как бы, приехал и уделил хоть какую-то минутку времени им на побывки. В форменной одежде, да, ты приехал в форменной одежде, и, соответственно, многие, наверное, так как у нас нет воинских частей в городе Балакова, ну, помимо тех, которые находятся на атомной, малочисленные, будем так говорить, вот, какое отношение вообще людей к человеку в форменной одежде, как относятся, может быть, спрашивают? Ну, пока по городу ездил, даже, ну, там, заходил в магазины, в другие структуры, там, вокзал, не вокзал, парикмахерскую, все люди интересуются, все люди переживают, как бы, спрашивают, а откуда вы там, ну, контракт, не контракт, не говорят, что мы мобилизованы, ну, спрашивают, как бы, как там служба, как все остальное, говорю, что все хорошо, все отлично, как бы, ну, у людей складывается хорошее впечатление о нас, как бы, ну, переживают, в основном все переживают, что вот, уехали, как бы, там находимся, они, как бы, ну, может быть, не из-за непонятия того, что где мы находимся, не знают, как бы, ну, такие вот, а так, в целом, все отлично. Сейчас начался зимний период, да, вот, если говорить про наш город, то это вообще морозы, и хотелось бы сразу спросить, какая зима именно там, где расположены, как она выглядит, холодно, не холодно. Ну, там таких холодов больше нет, самое большое, которое было минус, это, при мне, было минус 4, минус 5, но это не особо холодно, вот, вот, получается, ну, мы вот ходим, вот, одеваем, бывает, ну, бушлат с тобой, так вот, ну, там, кто стоит на постах, как бы, ну, потому что стоишь больно, не двигаешься, ну, чтобы не замерзнуть, а так, если вы находитесь в движении, то в такой одежде ходить спокойно можно, днем там доходит до плюс 5, плюс 15, так вот, скачет, как бы, ну, климат там чуть другой, там побольше влажность, немножко, вот, вот, туманы такие хорошие по утрам и по ночам. Получается, если сравнить как-то, где я был, то это, ну, сравнимо с Дагестаном, наверное, так вот, ну, такая же погода, там, как бы снега нет, травка всегда зеленая, дичь бегает, все, прекрасно, такой, ну, прям зимы, как у нас, такой холодной нету, как бы, вот, немножко дискомфорт, то, что оттуда приехал, сюда, как-то, ну, прохладно здесь, приходится одеваться, там, бушлат, не бушлат, уже, так вот, укутываться, потому что привыкаешь уже к тому климату. Блиннажная жизнь, она всегда сложная, и сложная в чем, в том, что живность, в том числе и полевые мыши, они досаждают, много что съедают, все, что попадается под это, вот, хотелось бы уточнить, как вы боретесь с мышами и как вы выходите из положения. Ну, в блиннажах, когда мы, да, блиннажи выкопали, мы все это обустроили быт, и к нам уже стали заселяться, уже, так сказать, наши гости, вот, вот мыши, и кушали все, что не ленит, там, и сигареты, не сигареты, все, что лежит не там, где надо, все ели. Начали бороться с ними, ну, мышеловками, клеями, кто-то заводил кошек, тоже хороший проверенный способ, кошку заводишь, блин, даже, она, как бы, у тебя живет, как дома, уже, животное, и, как бы, там, запах, ну, кошки уже, они уже не заходят. А в основном, так, как бы, стараемся с этими, ну, ловить их самоловками вот этими. В основном, как бы, уже от мышей уже, как бы, уже, большая часть уже избавились, уже не так, как раньше, там, то, что в рамане лежишь и бегают. А все, как бы, все, уже такого уже нет, там, где там один, а в две мыши пробегут уже, не особо уж такого. Как говорится, постихонечку налаживаем свой быт, как бы, ну, все доводим до ума, как бы, ну, все было хорошо. Мы видим часто, что блиндажи заполнены водой, не сухие, сырые, и у всех возникает какое-то такое вот паническое настроение, да, что все там находятся по поясу в воде. Так ли у вас это на самом деле? Не, ну, поначалу спорить не буду, пока все это роется, ты, как бы, находишься в грязи, и, допустим, в погодном условии, ну, не позволяет, там, дождь, не дождь, как бы, вот, но у нас сейчас все это доверет, ну, дома, как бы, мы, вот, копаем окопы и делаем, ты наш, через, там, 3-4 метра делаем сливную яму, ну, получается, вот, и все это закрывается брусочками, и ты ходишь, как бы, ну, не прям, как бы, по доскам ровным, а таким, ну, просто бруски напируются по размеру, и то же самое на постах, тоже так же копается котлован, куда стекает вся вода, и боец, военнослужащий, стоит сухой, у него сухая обувка и сухой все, у него путь от блендажа до, где он, ну, наблюдает за происходящим, до поста, у него, как бы, он сухой водой. Всегда, находясь далеко от дома, да, и не имея возможности зайти вот так свободно в магазин, всегда возникают какие-то проблемы, дефицитных товаров, и, наверное, пользуясь случаем, хотел бы спросить, а что у вас не хватает, может быть, что-то крайне необходимое, в чем-то нуждаетесь? Ну, такой прям, острой нужды в чем-то у нас нету, потому что, как бы, мы имеем, ну, выезд в город, также мы можем снимать наличку, ну, для себя покупать какие-то вещи, ну, да, так, может, ценовая категория, ну, где-то дороже, где-то дешевле, что это, но такой прям, острой нужды в чем-то у нас такого нету, у нас все хватает, все у нас в достатке, как бы, одежда, модирование, все вот вещи. Ну, и плюс гомонитарная помощь, да, да. Плюс гомонитарная помощь, которую вы всегда привозите, вот эта частичка дома, которая, например, коробка и запах из дома, вот этот, оно как-то становится сразу хорошо, как-то. Греет душу. Греет душу, да. Хотелось бы, конечно, письма, ну, как раньше, ну, когда служили, на срочке письма писать домой, ну, пока этот вопрос вот как-то не проработан, вроде бы, как бы, не получается что-то. Ну, в основном все созваниваются по телефону. Ну, как бы, телефон это телефон, а письмо это письмо. Ложат родители в письма, в конверт, ну, в коробке читаешь. Ну, и, естественно, мы много привозим от детей письма. От детей его письма, там, такие бывают письма подают, ну, они почти, ну, все такие письма, ну, бывает, такие тоже письма читаешь, аж все перерывается в душе, прям, как-то, аж лиза даже наворачивается, так вот. Это очень тоже, как бы, спасибо всем, кто это все пишет, кто это делает. Очень огромное спасибо. Я обратил внимание, что вы очень бережно и трепетно относитесь к этим письмам, и блиндажа, где вы проживаете, они расклеены. Всех интересует вопрос, да, вообще связи и доступности связи там, потому что немногие, допустим, наши сотовые операторы там не так хорошо ловят. Часть людей купила сим-карту вот этих местных операторов и звонят, звонят не прямо с блиндажей, как бы, ну, есть такие там территории, когда там уходишь немножко, как бы, как бы, прежде чем уходишь, ты должен доложить командир радио, потому что ты угол на разговор, как бы, чтобы знать, где ты, что ты, как бы, в курсе быть, где ты находишься, потому что мало чего может быть. А в основном, когда, вот, допустим, на выезде, пока едем, вот, там, написали смс, то, что все хорошо, все отлично, или позвонили. Местное население как относится к военнослужащим? Ну, когда мы выезжаем на бывые задачи со своего подразделения, вот, приезжаем мимо вот поселков, там, заезжаем в магазин, заходим, как бы, ну, процентов, может, 7-8, относятся хорошо, а остальные, как бы, не право говорят в лицо, как бы, ну, видно по манере вот общения, как бы, как вот, то, что не очень, как бы, довольны нам там, что мы там находимся. В основном просят, чтобы мы не уезжали, чтобы мы оставались, чтобы мы их защищали от ВСУ. Как-то помогаете местным населениям? Да, тот, блин, был Новый год, ну, вот этот Новый год, были подарки, мы вот раздавали детям в садики, ну, потому что нам, как бы, они не нужны, вот эти шоколадки. Мы отдавали детям в садики, там, кто там, есть там дома, которые там, ну, там, родители, ну, такие уже брошенные, там тоже дети, вот, на самом деле, соседнее село, ближайшее, вот, туда отвозили тоже детям мадарин, фруктов отвозили, как бы, ну, так, чтобы они хоть какую-то частичку радости тоже почувствовали от Нового года. Как бы, заботу проявляем к населению. Многие, те, кто попал под мобилизацию, добровольцы из нашего города, находятся все вместе, да, в одном взводе, в одном отделении, и, наверное, правильно будет вопрос, дружба, братство Балаковское, насколько она сплоченная, как вы вместе держитесь, вот, интересно, и какие другие регионы присутствуют в вашем вовесном подразделении. Мы, получается, уезжали в четвертом автобусе, и когда было распределение, мы, как бы, дружно, коллективно собрались, решили то, что мы, как бы, мы приехали одним автобусом, мы и поедем, как бы, этим составом дальше, как бы, ну, в зону СВО, и у нас так и так и все получилось. Мы одним составом уехали, и, как бы, мы, вот, набрали нас в выезжение на саперную роту. Ну, это состав, как бы, как он изначально, ну, у нас сложился, дружба, вот, ну, взаимопонимание, взаимовыручка, там, у кого-то там какие-то проблемы, там, не проблемы, кто-то что-то может помочь, как-то, ну, так вот, мы вот все это решаем, как бы, ну, и помогаем друг другу, каждый, чем может. Вот. Тоже так же состав, если во втором взводе, там, получается, оренбургские все, ну, тоже так же они сложились, как бы, ну, то, что мы балаковские, а не оренбургские, как бы, у нас такого нет, ну, там какие-то разногласия, мы находимся все в одном месте, и мы все едины, как бы, у нас такого нет разногласий, потому что там что-то как-то не то, не так, что-то. Хотим пожелать вам хорошо отдохнуть здесь, в гражданке, набраться сил, и с новыми силами приехать в зону специальной военной операции, а со своей стороны, как и все жители, так и те организации, которые выезжают непосредственно в эту зону, мы будем вас поддерживать, так же будем работать, привозить гуманитарную помощь. Спасибо вам. Спасибо вам тоже, потому что вы не про нас не забываете, вы всегда приезжаете, прям туда, где мы находимся, и доставляете частичку того, что передают нам близкие, и мы этому очень рады.